Московские власти придумали метод борьбы с попрошайками, и теперь они предлагают штрафовать не только их, но и тех, кто подает милостыню. Как вы считаете, правильно ли это? Ну, я думаю, что правильно, но вряд ли поможет. Почему? Потому что люди уже привыкли, многие, которые, если я отдам, то мне в будущем прибудет. Не знаю. Не сталкивалась с этим вопросом, не знаю. Властям московским делать нечего, других проблем нету, видать. Нет, попрошайки – это большая проблема в городе, но я считаю, что благотворительность никогда не отменяли. Пускай дают. Может, это последняя надежда у людей этих попрошайок. Ну, я не знаю, это на их совести, если они там обманывают, врут. Но давать надо. Думаю, наверное, нужно. Но у каждого человека своя индивидуальная ситуация, поэтому можно просто быть бесчеловечной, наверное, ситуацией. Наверное, тоже неправильно. Они что, хотят сказать, что попрошайки перестанут за это просить, люди давать не будут. Надо людям объяснять, что давать надо только тем, кто действительно нуждается. Благотворительные фонды. А вот так вот алкоголиков поддерживать не надо. Это никуда не придет их никому. Ни нам хорошо, ни им не хорошо. Ну, я не согласна. Хотят, пусть дают, если хотят помочь. Поэтому. Не помогайте? Нет. Не особо верю, что они сильно нуждающиеся. Я думаю, в нашем государстве попрошайок не должно быть. Почему? Так живем в хорошем государстве. Какие могут быть попрошайки? Просто надо их работу найти им. Не надо. Я против того, чтобы подавать, скажем так, но сразу говорю, что не надо осуждать тех, кто хочет выразить свое сочувствие таким образом. Ну, конечно. А как иначе? Все попрошайки сидят. Пускай работают. Ну, такие молодые ведь. Правильно? Сидят вон тут, они далеко сидят. Пускай работают. Работу сейчас можно найти. Не надо страховать, конечно. Они же добровольно дают. Кто хочет. Мне кажется, не надо. Я тоже так думаю, что не надо страховать, кто дает. Это Бог даже сказал. Кто хочет, надо давать. Двоякое мнение. Несмотря кому давать. Алкашам я сам не даю. А если бабка какая-то беспомощная. Деньгами вообще-то редко даю. Попрошу, что вам надо. Хлеб. Пойдем куплю хлеб. А то так чаще пропивают. Так не дают. Ну, я думаю, что если кому не жалко, и кто готов помочь человеку, который, может быть, и не по своей воле оказался в такой ситуации, ну, запретить, наверное, это не совсем правильно. Ну, в принципе, я, наверное, поддерживаю. Потому что, ну, как бы, такие ситуации у людей, наверное, разные, но я бы ни за что сама не просила, поэтому... И они еще обманывают. Если бы меня обманывали, может быть, поддерживаю.